Село Прохладное, Бахчисарайский район, автономная республика Крым, Украина. Основали селение Греки, называлось оно раньше Мангуш. Съемочная группа Перекресток Тиви прибыла в эту горную деревню, чтобы выяснить, чем уже три года подряд занимаются здесь евангельские христиане и что об этом думают местные жители. Как вам эти люди, которые приехали сюда, приезжие миссионерами, они себя называют, как они? Хорошо делают силу, плохо? Хорошо, очень хорошо. Да в принципе ничего плохого не думаем. Ну они хорошо работают. Также будут пускать проповедуют. А у меня нет ни имени, ни фамилии. Ни православные, они баптисты. Порядок очень, Бога и поют песни. Какое интервью я вам не могу дать? Читали там молитвы моей жене. Приезжает нам порядок на очереди. Я очень люблю и почитаю, то есть он пруд миссионерский. Ради ближних здесь, чувствовать боль, сердец. Раздать всем по взгляду, размешивать смесь любви и признания весть. И просто входить в дворы, делами неся дары. Хоть порядок немножко, мы говорим, наши люди как свиньи будем, так говорить прямо. Все загажено, посмотрите и остановки. Сейчас хоть порядок привели они. Это первое. Второе. Они нашего брата от этого забирают, лечат. Есть реальные случаи? Да. В настоящий момент. Да, наверное, при нас. Вот второго уже человека они взяли от нас. Поэтому... Ну, вернули? Нет. Ну, первый, который лечился уже... А, второй еще срок, наверное, там. Буквально недели две, наверное, на лечение. Так что... Ну, первый вернулся и нормально, не хочется ему больше. Не хочется выпивать. Нет, он наоборот сейчас агитирует. Говорит, что вы тут сидите выпиваете? Я родился здесь, да. Родился здесь, вырос. Я был не трезвый совершенно. Они меня привезли. Ну, сейчас вы производите впечатление такого приятного человека уже. Не чувствуется, что вы выпивали сильно месяц назад. Как это, вот, изменение произошло? Я сам удивляюсь. Ну, скорее всего, это... Бог всемогущий. Постоянно в каждой молитве молюсь за тех сестер, которые меня сюда, можно сказать, притащили. Мне не помогает вот женщина, там, у нее муж инвалид. Ну, попросила или огород пололи, не знаю, пололи они. Вот пошли, помогли. Помогают. Так что ничего плохого. Это факт. Но они же еще о Боге рассказывают, об Иисусе Христе. У вас тут много татар, они, я так понимаю. Но об Иисусе Христе это не пожелание. Они же не навязывают свою, как бы, систему. Они просто проповедуют. А кому интересно, тут, естественно, кому нужно, тот слушает. Мусор убирают, вот остановочки побелели. Плохого они ничего не делают. Вечером собирают они костер жгут. Ребята молодые в основном приходят. Песни поют. Теннис играют, там, волейбол. Людям стараются помогать. У кого детей много, допустим, или что там, они помогают. Подарки им какие-то выделяют там. Да, вот это вот есть. Но они ведь о Боге говорят, они свою веру вербуют. Ну, в принципе, я с ними так не общалась близко. Вербовать они не вербуют, но предлагают. Кто-то идет к ним, общаются с ними. Им, значит, интересно. Добрые люди они. Культурные. Нет, плохого ничего. Ничего плохого сказать не могу. Приходят, глядят, человек волон, перешают, чай, кох, выставят. Это их. Они бегут, дети заинтересованные. Да, им интересно. Потому что у нас есть каких-то культурных мероприятий. Нету. Пока они вреда не сделали, я считаю, что... Ну, вообще-то я, конечно, против. Против чего? Вот, против них. Ну, так, не против, так, в душе. Мне только что и общалась с людьми, рассказывают, что они алкоголиков в реп-центр забрали, вылечили уже одного, второй лечится. Говорят, что старым людям помогают, уборки делают, там, на огороде, что надо, помогают. Молосы. В этом бы я им помог. Вот так вот. Подать адрес. Особенно американцы приезжали, которые... Ну, тут есть частные пары американцев. А что еще? Ну, ваши отношения. Нам, конечно, нравится. Если чистоту наводят, конечно, нравится. В селе чистое, и остановки чистые, и побеленные все. Ну, а они же еще, кроме того, что убирают, еще и меру адресируют? Ну, да. Ну, как, они это самое, и дети, и дети ходят там. Ну, к ним тоже на это самое, ну, вот там не собирают вечером. Музыка у них, все это. А вы сами верите в Бога? Конечно. Какого? Я христианин. Они хорошо, хорошие, молодцы. Честно вам сказать, мне нравится. Вот я вот с ними общался, вот, Надя, эту женщину, девушку зовут. Я с ней общался, честно вам сказать, вот, у меня чуть-чуть душа, знаете, отпустилась. Вот. У нее есть какой-то дар. Она вот не обманщица, как вам сказать, не обманщица, ничего. Вот у нее какой-то есть дар. То есть она искренне верит в то, что говорит? Что она... И я ей верю. Почему? Почему? Потому что я ей поверил, чтобы мне тогда было плохо, я до них пришел, когда... Я вообще, знаете, пьяный пришел, и вот когда я с ней начал разговаривать, Знаете, где-то через минуты двадцать у меня когда-то пропустило все. Вот. У нее какой-то дар есть. Вот это я хочу про нее сказать. У нее есть какой-то дар. И я ей верю. И Богу верю. Знаете, когда вот заезжало прохладно, просто посмотрела вокруг и прочитала это слово. И прохладно, что-то Господь сказал внутри, что это село не будет прохладным. Это будет село горячее для меня. И он сказал, ты здесь будешь трудиться. Что вы думаете вот об этих людях, о миссионерах? Они из Америки приезжают, из Украины тут есть люди. Ну, что я думаю? Да. Ну, это специально с какой-то... Они проехали с заданием каким-то. С каким заданием? А просто с таким заданием. Икон нет у них, и свечей нет. Ну? Они по-своему молятся. Ну, это что-то... А это плохо? Крастиан, не знаю. Вы не разбирались? Нет, я им на баяне подыграл две песни. Вы с ними общались? Да, общались. Сегодня были у меня. А что делали? Они... Как что делали? Читали там молитвы моей жене. Там, короче, рассказывают про апостолов, династия апостолов, про Иисуса Христа, как говорили, расправили на крыске. Ну, и все такое. Они не только хорошо делают что-то людям, они и о Боге рассказывают, о Христе, это хорошо, плохо. Ой, вы знаете, у нас как бы, я вот обращалась к своему батюшку, вот у нас церковь восстанавливается. Я хожу в церковь, вот, верующие, да. И, как тут с ним поговорила, поспрашивала, посоветовала, она все-таки, говорит, это как бы секта. Они, по-моему, не признают, как бы церковь, иконы. Мидлы, это вот как поклоняются другие народы, там, скульптуры ставят и прочее, просто сами выдумывают их, да. Ну, а здесь-то, как в описании, сама читаю, этот, как его, Библию, Библию читаю, вот. Это же на самом деле все было. На самом деле его видели, и тех наших вот апостолов, это же были люди на самом деле, их видели, это реально. Поэтому их изображают. Мы же не идолом молимся. По сей день не жалею, что сделал этот шаг. Слава Богу, я по сей день славлю Бога. Спасибо за то, что все-таки приезжают в село миссионеры. Их очень мало сейчас становится, и в основном сейчас как-то все углубляются больше в внутрицерковные дела. И я очень люблю и почитаю до сего труд миссионерский. Живем мы здесь в селе Прохладном, многодетная семья. Ну, вот к нам в село стали приезжать вот такая команда, как вот Надя, ее ребята, познакомились с ними. В общем-то, они нам очень помогали, помогают. Вот сколько лет они приезжают к нам. С первого дня, как они приехали, и по сей день они нам помогают. С какой бы просьбы ни обратились, они никогда не отказываются. Ну, и молятся, и помогают и морально, и материально, и духовно помогают. Вот у меня случай был, сын попал в аварию, разбился, хотели ногу ампутировать. Они помогли, чем смогли, материально, и вещами помогают. В прошлом году помогли детей в школу собрать. Ну, а вы как к ней попалили, уже пришли? Ну, они пригласили меня, мы, мол, вот такие-то, такие-то, приехали из Америки, значит, вот находимся там-то, там-то, приходите до нас вечером на костер. Ну, я и пришел. Посидел, послушал, как они поют, как они общаются с Богом. Все это мне понравилось, и с тех пор, как это, я не отступил ни на шаг. Я последний раз была, может, несколько лет назад, и я почувствовала в сердце, что это мой труд, приезжать сюда, помогать своим людям. Да, я знаю, это много денег, и время занимает, но здесь людям помощь нужна, и мы здесь делаем все, что можем для этого. А что ты чувствуешь, когда сюда приезжаешь, вот, когда ты помогаешь людям? Вообще-то и я меняюсь, и другие вокруг меня меняются. Самое большее, я думаю, даже для меня, это другая жизнь, и я от этого больше даже учусь. А для этих людей, которые здесь помогают, для них благословение. Мы показали вам всего несколько эпизодов с миссионерских полей. Жизнь продолжается, и в завтрашней истории христианства, возможно, появится ваше имя. До новых встреч! Я в джинсах ходил и мерз, и в кофтах дубел до слез. Как только раздался, так сразу согрелся, вот, что Иисус принес. Ведь ходят вокруг они, в глазах не горят огни. Им только бы только не остаться самим, так нет, мы в залах сидим. Набрать бы в рюкзак вещей, чуть фруктов и овощей. Пидончик какао, под нос напевать, ходить, да и раздавать. На сцене герои все, а в жизни куда там где. На сцене герой, а в жизни пираньи, какое там даже старанье. Голодному дом еда, потухшему свет слома. Погонят за славой и хлебом, но прикрыться же надо как-то небом. Выходим на сцену, из себя несем много, но кто выйдет и будет нести Бога? Так хочется сильно-пресильно любить людей, как Мухин Дима. Забил я на славу и так петь не умею, но, может быть, хоть что-то донести да сумею. Забудь ты про свой мирок, там выжат давно тот сок. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Продолжение следует...